Добрый вечер, братья-садоводы. Сейчас я буду доказывать, что мадной крови с вами. Это особая запись. Все знают, что предпочитая самому не калечить деревья, деревья, почву. И уча этому других, я способствую тому, чтобы деревья просто не погибали. Но бывают особые случаи. Один из них сейчас случился. Это когда ответственность возрастает тысячекратно. Речь пойдет не о двух грушах, а о двух тысячах груш. И так прям был звонок. Валерий Константинович. У меня две тысячи груш. Я не спросил, посажены, не посажены. Или это план, или это сбылось. Какой возраст, где, фамилию. Ничего. У меня сработал инстинкт охотника. В данном случае за информацией. Охотник за информацией. Почти охотник за привидениями. Почему? Потому что настоящих садоводов так мало. И вот один из таких случаев. Я, не зная ничего, прервал человека. И сказал, приготовлю аппаратуру. С вашего согласия. Если вы готовы наш разговор выставить в интернет. Если он получится удачным для всех. То соглашайтесь. Вот. Человек подумал. И вдруг раздается его слова. Я заплачу за информацию. Я говорю, нет. Не дождетесь. Вот. Я за эту информацию в частном порядке, да еще огромное ответственность, денег брать не буду. Я беру фильмами. Вот один из них. Итак, я сейчас нажимаю. И поехали. Он ждет моего звонка. Это Кит, телемост. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте еще раз. Я предупредил наших зрителей, что я не знаю ничего, кроме одной волшебной цифры. 2000 груш. Вот. Итак, значит, просьба несколько минут потратить на то, что где вы, кто вы. Ага. Вот. Откуда такой размах и в чем трудно, что вы готовы платить за информацию. Понятно. В общем, меня зовут Владимир. Я из Альметьевска. Это средние повозки между Уфой и Казанью. Это предел. Предурали, в общем. Не Урал, но уже предурали. Небольшое это. В общем, у меня 2000 груш. Я два года назад первую партию 1000 штук. И год назад заказал Мичуринского института. Мичуринского института. Боже, что вы натворили. Да? Мичуринского института. Нет, пока еще будем нейтральными. Давайте дальше. Да, нейтральными. Ну, в общем, они у меня прижились все нормально. Все нормально прижились. Только, только. Как бы я сказал, когда покупал эти партии груш у него, я сказал, что вы меня консультируете. Я не специалист, у меня нет соответствующего образования. Я беру большую партию, но с таким условием вы меня консультируете. В общем, он сказал, вы сажаешь эти саженцы и изонирование, что ли, называется. То есть, метр или 70 сантиметров, как посадил, делаешь обрезку. Нормально? Да, обрезку, в общем. Я сделал обрезку. Ну, сейчас у меня такая проблема выходит. Как бы получается, вот обрезку я сделал, она у меня нормально все висится, это скелетная первая ярус, все идет. Но вот по штампу центральный проводник у меня образуется сантиметров пять, два сантиметра, сантиметр. Некоторые это. Такой отросток сохнет. Он чернеет и сохнет отросток. И если я, например, который обрезал летом или осенью, у меня на некоторых тоже идет вот отсохший, почерневший отросток. Я его обрезал, обрезал. И там идет сердцевина, она гнилая. До того хорошего, которое убираю, до чистой древесины, обрезку делаю. Там в чистой древесине некоторый сантиметр, а некоторые вообще ниже спускаются по центральному проводнику. Сердцевина гниловатое. Сердцевина гниловатое. У меня вопрос. Некоторые я сейчас на кольцо срезал, на кольцо срезал, и ножом выскапливал эту сердцевину. До чистой сердцевины выскапливал это. И садовым уваром, ранетом обрабатывал это все. Этим, как железом купоросом, все это обрабатывало. На некоторых, на некоторых, у меня вот до этой сердцевины опустилась вообще вниз. Гниловатое сердцевина с этого отростка почерневшего. И спускается туда вниз вообще. У меня сейчас как быть, я вот в чем вопрос. Дальше как быть? Так, ну прежде всего я скажу для начала. Вообще прекратить кроме секатора все остальные операции. Вообще. Больше ничего не делать. Может быть кроме полива засуху. Но надо вернуться сначала. Итак, вы в институте имени Мичурина купили. Так получается? Да, 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 да. Память Яковлева. Там вот русская красавица. Осенние Яковлева. Светлянка. Вот такие ходовые. Так, дальше. У вас не сохранились фотографии? Их не рекламные или ваши? Уже... Нет, я без рекламы. Я просто их нашел и их не... Нет, нет. Вы потом фотографировали уже у себя в саду. А, ну да, фотографировал. Получается мы не совсем готовы к разговору. А делаем все общими словами. Вы получили саженцы как это? Одно-двухлетние? Двухлеткие. Так, двухлеткие. На что привиты? Я даже не могу сказать о ней. Ну, они яблоневые подвое. Не яблоневые, грушевые подвое, по-моему, там был. Ну, хорошо. Я не понял, не конкретно эти вопросы. Хорошо. Почему я спросил про подвое? От него зависит морозостойкость. А у вас же они явно не морозостойкие. Они просто погибают у вас? Ага. Так, теперь, значит, высота какая была саженцы? Вот первая партия высота где-то даже метр, метр двадцать, даже некоторые до полтора первые партии, которые… Ага. Ну, нормально для двухлеток. Так. А вот вторая партия уже была пониже. Это где-то метр девяносто семьдесят сантиметров. А вот эта зараза, отмирание обрезанной верхушки, она всех касается? И первой партии, и второй? Ну, в принципе, она у первой и у второй есть. И сейчас это… А в процентах не каждая же может отсыхает? Нет, не каждая, но в принципе, наверное, процентов шестьдесят семьдесят есть. Ну, я уже несколько раз, я как бы ее обрезал, она и летом немножко обрезку делал. Как она начинает сохнуть, я обрезаю на кольцо около почки, и она опять идет у меня. Вот сейчас, например, первую партию был, я на кольцо обрезал летом. Ну, летом затуха была, в принципе, обработал, она у меня сейчас опять вот опустилась. Вот так, ну, две причины вырисовываются, надо будет там… Сейчас я пока сразу скажу, первая причина – это гниение корневой шейки, это обычное дело у груш. Вот, потому что они, как абрикосы, даже на ровном месте умудряются гнить. И второе, может быть, корневая шейка чуть-чуть закопана, еще страшнее, а отсыхание идет всегда сверху. И второй момент – просто они морозостойкие. То есть, по двой может быть культурная груша, до нее культурную прививают, но культурную, с виду нормальный саженец. Третий момент – у меня большое подозрение, что этот саженец выращен не в Мичуринске. У вас есть? Как вы его покупали? Каким способом? Позвонили? Две тысячи – это не шутка. Вы ездили туда? Нет, я не ездил. О, две тысячи. Две тысячи на доверие? А как вы получали? Ну, я машину, я ему оплатил по карте. Оплатил по карте и это… Так, сколько стоил саженец? Саженец, я скажу, около 120 рублей. О, все ясно. Это саженец с юга. Это… Он не может быть в Мичуринске вырасти за 120 рублей. Себестоимость не позволяет. Они не могли бы потратить на саженец 200 рублей, а вам отдавать по 120. 120 рублей – это всего лишь полторы бутылки пива, даже меньше. Ну да. Ладно, но это пока подозрение, ведь все-таки речь идет об институте. Значит, надо будет как-то это… А вы, извиняюсь, вы с ним не знакомы, но он как завкафедры, я в институт позвонил… Завкафедры не занимаются такими вещами, у них есть специальные агрономы. Но это вам могут правду сказать, могут и сказать неправду. Ладно, слушаем меня дальше. Смотрите, мне интересуют еще некоторые вопросы. Значит, смотрите, значит, к вам они пришли весной и осенью. Весной, весной. Апрель, май, июнь. Так, сейчас скажу. Где-то, наверное, начало мая все скорее было. Значит, познавательненько. А на них были уже проснувшиеся почки? Не, почки были проснувшиеся, но листы или лесков не было. Так, и почки… Ладно, ладно, будем говорить познавательненько. Так, кто… это они вам сказали, обрежьте половину или треть, сколько? Так, сейчас скажу. Ну, он сказал или метр, которые большие, или 70 сантиметров поменьше. Оставить? Оставить метр или отрезать метр? Неплохо. Оставить метр или отрезать метр? Оставить метр. Оставить метр. Оставить метр или 70 сантиметров. Ясненько. Так, теперь, вы когда посадили, вы так и сделали? То есть, все под одну гребенку метр оставляли? Ну, некоторые метр, некоторые 70 сантиметров. А если у него метр двадцать, значит, вы двадцать срезали? Да. Так. Знаете, у груз самая плохая корневая система. А? А? Вот. И получается, вы уже одна из ошибок, вы очень мало отрезали. Лучше бы вы, если метр двадцать, отрежьте вы даже метр. А? Я, конечно, утрирую, я так сказать, преувеличу. А? А? Но отрежь вы метр, оставшиеся двадцать, прекрасно приживутся и станет потом деревом. А? Да? Вот. А, ну, лучше всего половину бы. А учитывая, что подозрительно это все, то две трети отрезать. Это не смущаясь. То есть, вот вы сейчас отрезаете, да? Вы отрезаете, а оно сохнет. Вы отрезаете, а оно сохнет, вы отрезаете, а оно сохнет. Вы бы сразу отрезали правильно, то есть, скомпенсировали недостачу корней. допустим корней 30 процентов от того что было у них там наш 30 процентов дальше и крона ставить надо 30 счет даже 20 чтобы все из запаса это неизбежно вы тоже сейчас происходит у вас это к этому идет но сейчас вот смотрите сейчас у нас это было позапрошу осенью да то есть это весной две осени они все так поливать уже не поливать опрыскивать никогда это больше не делайте обрезать придется запасом но сейчас уже нельзя сколько отсохнет за осень и за зиму это судьба это дерево решает сколько это сколько сможет дерево спаси столько от своей бывшей кроны тот процент она и спасет а вы будете определяться весной во первых будете увидите опять верхушки отсохшие это неизбежно и вы будете отрезать отрезать опять даже богу но возможно то что останется уже ваши уже с этого момента начнется восстановление дерева вы сразу сделали страшную ошибку это то что я толдычу толдычу вся страна ой простите а как вас зовут володя володя можно сказать полностью фамилиями отчества очень приятно валерий костюм железа смотрите вся страна садится вообще не обрезая то что вам то может он из-за кафедры может он просто огромном но то что вам уже сказал отрезать это огромный шаг вперед потому что это один случай с тысячи то есть вы хоть частично а вот отрезал и уже рану сделал может не отрезать тогда вообще сдохнет то есть мы вынуждены отрезать вопрос чтобы угадать где отрезать теперь еще не все смотрите груши вот эти 2000 груш это огромный промышленный сад согласны 2000 груш это примерно 567 гектаров если нормально рассадить что у вас получается у вас есть эти гектары или вы садили школкой все ясно это примерно 6 7 гектаров правильно так теперь слушайте дальше вы используете тот промышленный вы же перешли как бы промышленники вы теперь не наш человек извините мы с вами не играем и любители у нас вот на экране сейчас бою одно дерево она дает 30 40 ведер каждый год так вот я не зря спросил вас про подвое на что привито могут на чего угодно привить вы знаете очень много дальних родственников груш они могут привить на рябину на черноплодную на красные на иргу на боярышник еще если кое-что еще дальнее вот но то что у вас за два года вырос на метр с лишним надеемся что на грушу так вопрос на какую и вот у вас он теперь должен расти но принято как их обязательно на шпалеры цеплять то есть привязывать между ними вставлять столбы даже бетонная деревянный долго не держит в этом собираетесь выполнять это то что называется промышленный сад или вас они просто растут по принципу снесет ураганный ветер снесет нет значит нет нет я все как рекомендации что говорят специалисты у меня нет атака что нужно будет нет что нужно вот вот именно что нужно было вам никто не советовал это цепляться по деревам чтобы спасти от ураганных метров нет ну я вот в принципе я сейчас например я хочу вот в литературе нашел ветроломные линии я например по окраинам полей своих я лесопосадки сажаю сейчас вот и вот эти дуб я сейчас хочу тополя посадить как бы ветра чтобы она у меня по краям было и это лес небольшой понятно понятно только знаете что я советую если вы связались я без всякой задней мысли нет я на этом зарабатываю но у меня есть я пока знаю один такой живой пример а вообще и должно быть много по крайне садить манджурские абрикосы мощные ровные деревья которые вас уже ограда ветроломная из этих деревьев уже на кормах вы понимаете а вы начали эти садить дикари хорошо если вас вместо много вот допустим 3 на 3 через метр 3 на 3 то есть не так метр до метр на метр садится сосны если они растут ваших местах мощный рост вверх один вариант но именно манджурские абрикосы можно служить и ограды и кормить вас но это к слову это потом захотите ко мне потому что таких манджурцев в стране больше ни у кого нету который вырастает до трехэтажного дерева ой до трех это они ранировать будете вы они прекрасно все чувствуют на дальнем востоке они прекрасно чувствуют себя в сибири так вот а у вас можно какая-то особенность которая сходу не знаю там надо изучать я не такой простак чтобы сказать да конечно покупать у вас все получится нет будете ранировать вы вот но это уже уже совсем другое направление нам надо умудриться решить ваши вопросы значит с обрезкой понятно весной следующего года вы должны еще раз резать пока они такого расточка они не нуждаются ни в желебетонных столбах ни в шпалерах вот вообще у них очень мощная корневая якорная так называемая система вот именно у груш если конечно у вас не подвели с этими с корнями вот мою сирийская груша это якорь так якорь если они вглубь уходит на 8-10 метров представляете какой якорь груш есть одна я почему зацепился за шпалеры если вдруг после того когда у вас начало такое что возможно вы выбросили деньги саду вас уже из этих груш не будет может быть вот хорошо что они стоят как пиво бутылка пива это ваше спасение потом меньше это переживать да хотя хотя конечно 120 рублей это смешная цена по такой цене ну представьте себе что вам автомобиль подгоняют и говорят он стоит 5000 рублей а на нем написано mercedes вот так примерно и тут такая картина жаль что это настолько нереально низко что пахнет закупками дешевок с этого самого италии испании прочей голландии в лучшем случае сербия молдавия слушайте дальше значит а вас получается пока не не колышет вас сильно они низко расположены ветром пока еще не уничтожит не вывернет у груш это как бы лекция моя очень слабая всегда одна опрокидывание корни они не держат груши и я прочитал к старинном труде цитирую этого вам придется запомнить цитирую так в на руси не любили выращивать сады из груш из-за того что их опрокидывал ветер ну это было так ладно мои груши не опрокидывать потому что там горшки допустим да а потом она мощный корень по двое усуриц как пускать вниз один представьте себе извечные корни представьте себе научные труды 19 век корни обрезать вот зачем идиотство но тем не менее это факт а потом они опрокидываются или просто пересадка как копнул лопаты с одного боку другого по 45 градусов рубанул вытащил и с этими обрывками посадил а потом она кое-как прижилась а настоящий корневой якори то нету вот этот момент но пока об этом речи нет ваша задача ближайший год-два понять все-таки площадь огромная затраты большие теперь вам надо еще и обрабатывать вам надо будет не вздумайте пахать междурядья только косить уже даже врача были идея я раньше нельзя значит на будущее сейчас она будет междурядья все равно начнут зарастать все черно сорняк то не надо за не ухаживать он прет как танк все равно вылезет его его будете только косить создавая просто дерн густой такой плотный дерн это несколько лет назад а вот конечно все эти годы вы будете упраживать возможно уже напрасно возможно сильно уж вы нарисовали страшную историю вот то что вы нарисовали а словами жаль не видел я саженцы я бы что-то понял бы что он за дешевки подсунули у сергея саженцы от 1200 рублей так по крайней мере сейчас я принципе я почти все сказал теперь вам надо ждать весной сделать сильнейшую обрезку так еще момент возможно причину для вторую назвал что они за заглублена корневая шейка и вы нах про холмы ничего не слышали про холмы посадка до холмы это говорит как вы его назвали ты должность это какой-нибудь кандидат или доктор это за кафедр такое сказал запомните на будущее одну я партию вот первую партию она где-то или вровень или ниже а вторая у меня получилось прививочной пятки даже наверно выше корневой шейки две я потому что не знал как делать одну сделал так а вторую сделал у меня вот которая последняя партия получилось даже корневая шейка наверно выше наверно даже получил слава богу вторая партия имеет шанс как он мог это сказать вот что идиот дело в том что у груши так же как абрикосов настолько слабое основание штамба что даже на ровном месте за несколько лет сгнивает если регулярно дожди а дерево еще груши они сами себя защищают то есть для у них крона имеет такую форму специальную вот жалко но мы это проходили все кто меня со мной общается это люди которые все это наперед уже знают у них ветки стараются лезть вверх 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 защищая штамп от сырости понимаете вот я сейчас возьму пару фотографий вот они вот и еще потом бы вас все научили все это гнуть или резать вот так они растут вы потом увидите на экране просьба такая за несколько дней появится в интернет ну на моем канале в интернете вот эти вот фотографии вы потом их увидите и что получается у меня позади все эти серии как с грушами обращаться посадки на холм и это точная пятнышка где корневая шейка но все стране это делает только один сергей железа мой сын зато мы уже об одной беды бы избавились а если у вас отсыхает вверх потому что гнилые корневые шейки и основание штампа у меня к вам сейчас такая просьба вот он сейчас отключится через три минуты компьютер то есть не компьютера запись я вас очень прошу вы потом пойдете в сад и особенно первой партии становитесь на колени разгребаете разгребаете и до того места где по вашему мнению начинается кончается начинается корни ну накидывайте сантиметами будет корневая шейка если вы это сделаете вы еще может спасете часть так то что сейчас стопроцентная смерть у первой партии как он посмел это сказать его допустим и 1 он уже 101 который показывает всю вот эту новую научную несостоятельность начале гробят а потом говорят не морзостойкая вот ну и так далее так далее пожалуйста разгребить разгребите увидите увидите гниет или не гниет вот потом еще пока еще осталось пару минут я экспромт поэтому я прыгаю туда-сюда полив как вы организовали полив я вот как бы я не знаю с одной стороны говорят надо поливать и я пока по этот капельный полив боюсь сделать я чисто беру емкость трактором таскали сейчас хочу бочку купить тоже на это и шлангами поливаем просто вот такими это но три полива были в этом в этом году где-то по 40 литров наверное за полив так ну тут принципе не тот листья жухнут уже поздно давайте так по-другому мы исключаем капельный полив 100% у меня сегодня вебинар вы опять скажете что это вебинар вы не смотрите смотреть вряд ли будете вы как-то ушли от вопроса попробуйте осталось два с половиной часа до вебинара вот знаете что меня он бог послал вас бог послал сегодня на вебинаре я буду говорить о том что капельный полив и приведу примеры страшное зло да и второе благодарятный полив подлый смертельный прием и опять буду об этом пожалуйста посмотрите вебинар я вас умоляю тебе уже стыдно я всем своим своим ученикам по 10 раз рассказал вот я вас уважаю за то что вы замахнулись на такое дело такое дело замахнулись сразу промышленный сад если бы он был бы из саженцев железо или начали бы по моему методу мои уссурийская груши школкой вырастили еще год потеряли на привели моими черенками но вас точно был бы сад абсолютно точно вот такой вот например я тут покажу несколько фотографий вот вот таких вот исключаем сто процентов когда маленькие саженцы они самые беззащитные не могут идти в зиму и не замерзнуть а высохнуть но влагозарядный полив означает гниение корней и всего что там находится поэтому ваша задача очень аккуратных осенних дождей а там видно будет вот и может быть посоветуемся где-нибудь через месяц хорошо понятно пожалуйста еще раскопайте раскопайте попробуйте спасти хотя бы часть там где заглублена корнева шейка сейчас на экране на экране сейчас остановится как раз вот это с фотография где гниение начинается на ровном месте даже это осадить будете потом на холмы по железу придется вам учиться хотя бы спаси то что есть и если погибнет и нет козы не отказаться от идеи продолжать все он все сам отключится компьютер поэтому давайте так пока все вот про капельный полив прочее уже есть фильм зайдите на мой канал не пожалеете он свеженький